С нами на связи Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, прежде всего, хочется начать вот с заявленной новости. Самая массовая атака дронами в Крыму. Вроде как, 19 беспилотников сбило российское ПВО, но, если верить украинской стороне, неуспешно атаковали аэродром Саки. И вроде как были повреждены или уничтожены 12 боевых самолетов Су-24, Су-30, а также ЗРК «Панцирь». Насколько это серьезно? Ну, если действительно были уничтожены 12 самолетов Су-24, это, конечно, очень серьезно. Я должен сказать, что российские военные каналы или военкоры рисуют несколько иную картину. Дело в том, что на Крым было направлено, вот по данным уже российских источников, ВСУ направило на Крым 32 беспилотника и 6 ракет. Одну ракету удалось перехватить противовоздушной обороны Крыма и удалось перехватить, говорят, 25 беспилотников. Значит, осталось 7 беспилотников и 5 ракет. Вот, помимо всего прочего, главной целью этой операции, этого, значит, воздушного налета был аэродром Саки под Евпаторией, если я правильно понимаю, на котором были повреждены, но тут уже цифры расходятся. Не 12 самолетов. Говорят о том, что там вообще было 12 самолетов Су-24, из которых 3 были повреждены или уничтожены. Вот тут данные российских военных каналов сильно расходятся. Одни, говорят, уничтожены эти три фронтовых бомбардировщика, другие, говорят, повреждены. Но, видимо, все дело заключается в том, какова степень повреждений, какие действительно повреждения эти самолеты получили. Должен сказать, что три Су-24 – это уничтожение или повреждение, но пока их отремонтируют, пока они вернутся в строй, пройдет немало времени. В общем, это серьезный очень удар. Но и самое главное, видите, заключается в том, что удары беспилотников и ракет, и действительно, видимо, там отрабатывается, помимо всего прочего, тактика таких ракетных налетов, значит, как комбинировать удары беспилотниками, как с помощью беспилотников отвлекать и насыщать противовоздушную оборону, с тем, чтобы потом свободно пролетали, ну, более или менее свободно пролетали ракеты, вот сейчас это все начинает как-то уже приобретать такой характер, такие масштабы, которые наносят очень серьезный ущерб российской авиации, но не только авиации и всем прочим видам вооруженных сил. До этого были сообщения, в общем, подтвержденные, правда, не российской стороной, но подтвержденные и телеграм-каналами российскими военными, и военной разведкой Украины, о том, что был нанесен удар по запасному командному пункту Черноморского флота. Этот пункт ракеты сильно повредили, уничтожили. Говорят, что там было значительное количество высокопоставленных офицеров, но что с ними случилось, непонятно. Но, тем не менее, повторяю, это уже рутина, это уже рутина нового этапа, вот нынешнего этапа русско-украинской войны. Раз мы заговорили про новый этап, еще одна новость довольно важная, украинская тяжелая техника впервые преодолела российские укрепления первой линии Суровикина в Запорожской области. О чем говорит этот прорыв? Насколько он важен на, позволю себе так сформулировать, завершающем этапе наступления? Ну вот видите, вот это сообщение, на мой взгляд, оно немножко неточное, потому что, да, вот вы показали картинку, это картинка некоего, я даже не помню его фамилию, значит, западного аналитика космических снимков, он же блогер, он у себя в канале опубликовал вот эту картинку, там действительно видна, видимо, ну так вот, желтеньким обозначено, как двигаются две единицы бронетехники, это немецкая машина Мардер, боевая машина пехоты Мардер и американский бронетранспортер Страйкер. Вот тут как раз, да, вот он об этом пишет в своем, Джордж Беррес, он как раз пишет в своем блоге. Немножко иначе, как я вижу, и все карты, которые известны на сегодняшний день, картина немножко иная, вот если бы можно было показать ту карту, которую я вам прислал, она гораздо более интересна. А, вот она. Значит, видите, линию Суровикина вооруженные силы Украины прорвали в направлении Вербова уже, я думаю, недели, ну, наверное, дней 10 тому назад, а может быть и больше. Вот эта карта, это карта 17 сентября, то есть ей уже почти неделя. Но и до этого вот эта двойная, двойная такая красная линия, это как раз обозначена линия, основная линия обороны, это линия Суровикина. То, что двигались какая-то колонна или несколько единиц вот этих самых, вот этой бронетехники вдоль, ну, если сравнить вот ту карту, которую показывал Берус и ту карту, которая вот перед вами, ну, вот она, эта техника двигается вдоль нижнего такого, нижней полосы вот этого клина, который направлен в сторону Вербова. Зачем все это происходит? Зачем это все делается? Вот, на мой взгляд, сейчас смысл и одна из основных задач вооруженных сил Украины, это не втягиваться в длительную борьбу за Вербова. Это довольно большой населенный пункт. И взять его, конечно, можно, но это требует вот вообще взятие таких населенных пунктов. Их лобовой штурм требует очень больших сил и обычно чреват большими потерями. Но вот если я так попробовал понять, а в чем же, собственно, суть дела? И мне представляется, что замысел командования вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы пройти немножко, занять вот эту северо-западную часть этого населенного пункта и затем выйти в тыл российским войскам, которые обороняют другие участки линии Суровикина. Но вот эти синие линии, такие пунктирные, они показывают возможное, я повторяю, возможное, конечно, потому что планов командования УСУ я, естественно, не знаю. Но вот с моей точки зрения, логично было бы вот такой маневр осуществить. И тогда действительно войска, российские войска, которые пытаются отстаивать остальную часть линии Суровикина, они окажутся, ну, по крайней мере, частично окажутся в окружении, ну и, соответственно, ВСУ сможет тут добиться большой потери, потому что в лоб штурмовать вот эту линию Суровикина это задача довольно сложная и чреватая потерями. А вот такой маневр с окружением, с заходом в тыл, ну, мне кажется, более или менее целесообразным. К другой теме хотел перейти. УкрЭнерго сообщило, что российские войска впервые за 6 месяцев нанесли удары по украинской энергетике. Без света утром оставались 398 населенных пунктов. Как вам кажется, неужели Россия, не то чтобы я был сильно удивлен, но тем не менее, неужели Россия возвращается к тактике прошлой зимы, когда вот атакуя объекты инфраструктуры, они хотят таким образом спровоцировать Украину, я не знаю, на переговоры, на еще что-то. То есть они будут опять заниматься этим шантажом, очень таким циничным. Как вы считаете? На мой взгляд, да, безусловно. Именно это. Да, собственно, это и не скрывается. В Москве очень многие и военные теоретики разного рода, ну, в общем, такого милитаристского толка, естественно, и военкоры, и некоторые генералы, особенно члены Государственной Думы, которые там занимаются, ну, непонятно чем, в основном они выступают с шокирующими заявлениями по разным поводам, но все они говорят о том, что да, вот мы сейчас накопим побольше ракет, крылатых ракет, калибров там, и крылатых ракет воздушного запуска, ну, и повторим, можем повторить ту операцию, которую мы проводили зимой 22-го, 23-го годов. Что тут можно сказать? В общем, это говорит о том, что добиться победы на поле боя, в общем, Москва уже, ну, не рассчитывает, а рассчитывает на то, чтобы ударами по энергетике, а, соответственно, вы понимаете, да, вывод из строя энергетической системы, электроэнергетики, сразу выводит из строя целый комплекс систем жизнеобеспечения. Это и насосы, которые, например, в больших городах обеспечивают подачу воды, горячей воды, соответственно, отопление в многоэтажных домах, да не только многоэтажных, вообще в городские дома. Это и обеспечение транспорта, в том числе железнодорожного, который часто на электрической тяге работает. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, это такая злодейская стратегия, на самом деле. Мы не можем добиться победы на поле боя, но зато вот пытаемся пытаемся выморозить Украину, как некоторые так изящно выражаются в Москве, или заморозить ее. Я думаю, что из этого ничего не получится. Во-первых, в общем, в Украине умеют, научились в прошлую зиму оперативно ремонтировать те компоненты энергосистемы, которые уничтожаются или повреждаются ракетами, или беспилотниками. Ну и хочется верить, я, по крайней мере, надеюсь, что обеспечили некоторый запас трансформаторов большой мощности и других технических устройств, технических всякого рода приспособлений и компонентов, которые могут быть выведены из строя ракетными ударами. Ну, вот тут ничего другого сказать нельзя. Хочется только, чтобы вот эти прогнозы российские не сбылись и не удалось бы добиться своих целей. Юрий Евгеньевич, спасибо большое. Юрий Федоров, военный эксперт, нам подключился. Все новости, касающиеся происходящего на фронте, мы обсудили. Привет! Спасибо, что посмотрели этот ролик. Все то, что мы делаем на этом канале, мы выпускаем благодаря вашей поддержке. Становитесь спонсором канала «Популярная политика», либо подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании под этим роликом. Спасибо большое. Нет войне. Свобода Алексею Навальному. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok